Здравствуйте! Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня выпуски. Изоляция от деспота. В Заринскую ЦРБ доставили семерых детей приемной матери, сломавшей ногу мальчику. Фестиваль науки Алтай 2018. Что нового и интересного расскажем в этом выпуске. Их таланту рукоплещет Европа. В месячник пожилого человека расскажем о вокальном коллективе, в котором самым молодым участникам 60+. Сегодня стало известно, что еще два чиновника с 15 октября покидают правительство края. Это министр образования Александр Житких и вице-премьер Андрей Щукин. То, что именно они окажутся не у дел, прогнозировали и ранее. Больших прорывов, пишут корреспонденты краевых СМИ, Щукин на своем посту не сделал. Возможно, пост вице-премьера в ходе реорганизации правительства вообще исчезнет. На период, когда во главе Министерства образования края находился Александр Житких, пришлись скандалы, связанные с оптимизацией сельских школ. И вот теперь должность министра образования вакантна. Виктор Томенко представит руководству ЗАГС Собрания края новую структуру правительства региона. Сегодня губернатор провел рабочую встречу со спикером АКЗС Александром Романенко, которому передал пакет документов. Их принятие позволит сформировать в крае новую систему органов исполнительной власти и обновленный состав правительства. Прежде чем такие решения принимать, окончательно их утверждать, надо будет посоветоваться. Некоторый пакет документов я о предлагающихся изменениях подготовил. Пусть сегодня нет законодательных основ для утверждения парламентом действующего правительства, это ваше право. Но то, что вы сегодня предлагаете нам вместе с вами еще раз посмотреть, обменяться мнениями, задать вопросы, я не сомневаюсь, что, наверное, они будут это дорогого стоить. В ходе встречи Виктор Томенко отметил, что практически полностью завершил работу по обновлению состава правительства края. Но прежде чем его утвердить, предложил встретиться 15 октября с депутатами краевого Заксобрания. К другим темам. Семью, в которой приемная мать сломала ногу ребенку, органы опеки считали благополучной. Чиновники сообщили, что на протяжении ежемесячных визитов в семью, где в общей сложности воспитывалось 7 усыновленных детей, все указывало на заботливое отношение. Условия удовлетворительные. Площадь жилья 260 квадратных метров. Ремонт, детей ухожено. Детей есть все необходимое. Поэтому при постановке на учет вопросов по проживанию, по обслуживанию у нас никаких не возникло. Сотрудники районных органов опеки рассказали, что следят за семьей, история которой шокировала жителей края с июля. До этого семья жила в Заринске и относилась к городскому округу. В органах опеки города, сообщали сотрудники, замечаний к приемной матери также никогда не было. При этом известно, что женщина долгое время работала в отделе народного образования. Уволилась, когда стала многодетной матерью. Работает ли она сейчас, неизвестно. Никто из ее нынешних соседей ничего о жизни семьи не знает. До конца следствия шестеро детей будут находиться в Заринской больнице. Еще одного, которому приемная мать сломала ногу, скоро отправят в детский дом. Подробнее о жизни детей в семье с особыми правилами воспитания расскажем в ближайшем выпуске. Сегодня открылся фестиваль науки Алтая. Один из самых масштабных проектов в области технологии, истории, медицины, творчества и не только. Его главная цель – понятным и доступным языком говорить о сложных вещах. Все площадки фестиваля бесплатные, открыты для каждого. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Если ученый не может объяснить ребенку, чем он занимается, он плохой ученый. И это один из принципов фестиваля науки Алтая. Здесь можно все трогать и задавать нелепые вопросы. Уже в первый день работы фестиваля открылось 50 научных площадок. 3D-ручки, 3D-печать, умные роботы и приборы. От этого стола дети не отходят с утра до вечера. Вот этот робот-код, его пятиклассники собрали вдвоем. Если препятствий впереди нет, то он может ехать дальше. Если препятствия есть, то он разворачивается и ищет другой оптимальный маршрут. Мне роботы нравятся, потому что они удивительные. Мне понравилось, что запускали робокошку, как делали из 3D-ручки, всякие флотелки. В этом году на фестивале появилась своя валюта – фесткоины. Их можно получить за участие и правильные ответы на интеллектуальных площадках, а потом обменивать на подарки. В казне фестиваля 22 тысячи фесткоинов. Как показывает практика, пройти надо все станции и еще сходить немного на второй круг. Сегодня в разных частях города известные ученые и бизнесмены края провели десятки бесплатных лекций. Завтра в программе «Практическая часть». Ожидается, что за один уикенд интеллектуальные площадки посетят более 5 тысяч человек. Два дня Барнолубийск будут дышать наукой. На 250 площадках можно будет окунуться в тайны человеческого мозга, открыть для себя удивительный мир криминалистики или стать героем игры на выживание. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. И сегодня же во всем мире отмечают День борьбы с артритом. Вопреки распространенному мнению, этой болезни подвержены не столько пожилые люди, сколько люди работоспособного возраста. Как поясняют специалисты, артрит или воспаление суставов – заболевание аутоиммунное, чаще всего врожденное, и точная причина его появления до сих пор неизвестна. Долгое время страдающие от этой болезни в итоге становились инвалидами. В последние годы получила распространение терапия специальными генноинженерными лекарствами. Они, как заверяют специалисты, полностью снимают воспаление, позволяя пациентам вести полноценную жизнь. Но все же, отмечают специалисты, успех лечения во многом зависит от того, когда пациент обратился к врачу. При всех ревматологических заболеваниях разработаны те самые ранние скрининговые признаки выявления заболеваний, которые всем специалистам позволяют заподозрить, так скажем, начало ревматологического заболевания, чтобы своевременно направить пациента именно к врачу-ревматологу. В крае получать такую терапию могут в 4-й Барнаульской и в Краевой больницах. Она весьма востребована. По статистике, в регионе ежегодно выявляют более 800 новых случаев артрита. И эта цифра постоянно растет. Каждый раз в ответе за две жизни. Так можно выразиться о специалисте старого перинатального центра Барнаула Нине Абзаловой. Акушер-гинеколог с 20-летним стажем планирует принять участие в региональном конкурсе на звание лучшего врача года. Наша съемочная группа провела один день с действующим хирургом-акушером на ее работе. Как у вас самочувствие? Все хорошо. Как настроение? Очень готово. Боевое? Да. Ага. Ну давай, даже послушаю. Уже через несколько мгновений Нина Абзалова начнет проводить операцию кесарево-сечения. Но сначала осмотр. В таком деле проверка лишней не будет. Нина Анатольевна сосредоточена и очень спокойна. Но такая безмятежность, признается врач позже, неравнозначна безразличию. Нельзя работать в акушерстве и имея какой-то цинизм. Мы всегда очень переживаем из-за наших пациенток. Бывает такое, что у нас весь роддом приходит и болеет за какую-нибудь женщину. Они утром приходят и говорят, ну как там у нее, ну что у нее там, как КТГ, как ребенок. Ежедневно Нина Абзалова совершает обход и принимает сложные роды с разными патологиями. Екатерине – одной из ее пациенток. По показаниям положена операция. И если врачи за нее абсолютно спокойны, то сама мама все же переживает. Конечно, волнение, естественно, есть. Но так как я уже знаю Нину Анатольевну, мне это уверенность и сил придает смелости, главное. Потому что я уже у нее оперировалась. Долгожданный момент операции – счастливый исход. Трогательный момент не смог пропустить отец новорожденного, который не сдержал слез. Пока папа приходит в себя, а мама восстанавливается после операции, врачи приступают к очередным обязанностям. Нина Анатольевна вспоминает, что в профессии оказалась благодаря отцу, тоже хирургу. Врачебную деятельность акушер-гинеколог долгое время совмещала с преподаванием в медицинском вузе. Каждый день ходят на обходы в отделение, каждый со своим врачом. Ходят в операционную, ходим мы в родзал с ними. И Нина Анатольевна всегда очень положительно относится к студентам. Вскоре Нина Абзалова подаст заявку на участие в краевом конкурсе «Лучший врач года». Признается, для нее это – возможность сравнить свой опыт с достижениями коллег. И, возможно, освоить абсолютно новые методики в работе. Ирина Харитон, Николай Шилко. Наши новости. Реализуй свои мечты, а не чужие. Таков девиз регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2018», который сегодня завершился в Барнауле. В течение нескольких дней за звание лучшего бизнесмена Алтая боролись 60 начинающих стартапов. Мастера маникюра, айти-специалисты, молодые строители на конкурсе – участники в возрасте от 18 до 30 лет. Все они представили оригинальные бизнес-проекты. Автор одного из них – 18-летний рудсовчанин Владимир Купин. Он уже почти полгода строит мини-дома для домашних питомцев. Утверждает, подобного бизнеса на Алтае нет. Соответственно, нет и конкуренции. Начать бизнес в 18, взять себя в руки, не бояться. Не бояться приходить к людям, просить, показывать себя, показывать свой проект. Из 100 человек один какой-нибудь откликнется. В числе лучших предпринимателей края – 5 начинающих бизнесменов. Уже через неделю они отправятся на Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России-2018», который пройдет в Москве и в Нижнем Новгороде. А сегодня в Барнауле прошел общегородской субботник. Убрать с газонов и аллея павшую листву и мусор вышли сотни горожан. На улице Аванесова, где трудились работники мэрии, процесс ускорили благодаря специальной машине по сбору листвы. Здесь же высадили молодые яблони, рябины и тополя. Всего 50 деревьев. Отметим, месячник санитарной очистки Барнаула продлится весь октябрь. При этом до 18 числа полигон ТБО будет принимать мусор от горожан бесплатно. Барнаульцы считают, что известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин должны понести самое строгое наказание. Сейчас дебоширы на два месяца отправились в СИЗО. Так закончилось празднование юбилея дружбы, после которого на футболистов завели уголовные дела о побоях и хулиганстве. По версии правоохранителей, они устроили дебош, во время которого избили водителя, телеведущий Первого канала и чиновников в центре Москвы. Теперь их ждет решение суда. На футбол не пускать. Вообще? Вообще. Почему? Ну, дебошируют, пьют. А что, их за это головку, по головке, что ли? Ага. Самое строгое. Почему? Ну, не положено так вести себя. В нормальном обществе. Да. Как мне кажется, если они поступают неправильно по отношению к окружающим, они должны нести ответственность согласно закону Российской Федерации. Суровое какое. Нагличие ребята. Какое наказание все-таки должны понести Кокорин с Мамаевым в ваш взгляд? Справедливое. Да, справедливое. По законодательству, по нашему, в соответствии с законом. Мне кажется, кроме того, что нас кто-то должен защищать, кому мы платим налоги, еще, наверное, в голове должна быть какая-то планка. Это воспитание, образование. В общем, я не хотела бы в такую ситуацию попасть. Этим людям на пенсии не скучно. Речь об участниках вокального коллектива «Мы вместе». В его состав руководитель взял не только свою супругу и дочь, но еще несколько дам бальзаковского возраста. Их таланту и сочным голосам рукоплескали жители Дании, Германии, Словении. В «Месячник пожилого человека» наш видеосюжет о том, как песня и в зрелом возрасте жить помогает. Красиво формировать губы, красиво издавать звук. До начала репетиции Галина Пильберг следует наставлениям руководителя вокальной группы. Александр Михель – единственный мужчина в коллективе. Два раза в неделю он собирает своих красавиц в этом маленьком зале и ждет, пока девчонки наденут наряды, поправят прически. Несколько минут – и репетиция началась. Улыбаются здесь все. И прежде всего сам Александр. Не один десяток лет он провел на сцене, поет, играет на баяне. В свое время семью перевез из Рубцовска в Барнаул. Но без творчества даже на пенсии свою жизнь не представляет. Как и без этого инструмента немецкого производства. Я других не признаю. Вернее, есть русские баяны хорошие, которые делают в Туле, но они очень тяжелые. Всегда рядом с Александром и его супруга Валентина. На свои 80 это подтянутая, всегда на позитиве женщина не выглядит. Мужа поддерживает всегда и во всем. Разногласия бывают лишь, когда выбирают репертуар. Мне нравится вот эта песня. Он и говорит, кому она нужна, эта песня. А кто в итоге все-таки в споре это оказывается правым? Ну, конечно. Раз он аккомпанирует, куда денешься? Точно два раза в неделю, а то и чаще, рядом с родителями, дочь Ольга тоже уже пенсионерка, правда работающая. Но на репетицию всегда бежит. Песни и коллектив – это и ее жизнь. Когда грустно, тоскливо ты спел, тебе легче. Мы пообщались все вместе. У нас всегда, во-первых, идет все с юмором. Мы там так ржем, извините меня за выражение. В перерывах между репетициями и концертами, посиделки за чаем, совместные прогулки в лес изливают друг другу душу, делятся и горем, и радостью. Участники коллектива переживают, что в Барнауле почти не востребованы. За пределами краевой столицы и даже за рубежом их больше ценят и чаще приглашают. Надеются, что когда-нибудь все изменится. А пока продолжают репетировать и радоваться каждому дню, потому что они вместе. Даже в фирменной кричалке перед концертом это слово стоит во главе. Вместе терпение сейчас! Татьяна Голубева, Алексей Фризин. Наши новости. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эволар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эволар». Почувствуйте разницу «Эволар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность преимущественно ясна, но в отдельных территориях возможен дождь. Всего плюс 11 днем ожидается в Кулунде. Около 16 градусов тепла в Камне-на-Аби. До 20 тепла в Бийске и Изминогорске. В Барнауле ночью плюс 9, днем 19 градусов выше нуля и без осадков. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Отличных вам выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров Е.Жуков-медлогом Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова